МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Мы начинаем летний выпуск. С вами программа «Россинские секреты вкуса». Сегодня готовим шашлыки. Три вида – курица, баран и говядина. И поможет нам в этом народный артист Республики Башкортостан Анвар Нургалеев. Всем привет! Я тоже, на самом деле, давно мечтал научиться вкусно, красиво делать шашлыки. И я очень рад, что сегодня этого меня научит самый лучший шеф-повар. Это наш Саша. Спасибо, конечно. Так, для начала нам нужно разделать лопатку. Начнем с люля-кебаба. Так, Анвар, ты можешь пока разобрать зелень. Тут некрасивенькую все туда окинь, красивенькую отдельно в чашечку. А я пока займу самой лопаткой непосредственно. Саша, у меня был, конечно, опыт. Я пытался сделать шашлык. Я собрал у себя в цветах башкирии друзей. Они у меня все музыкальные. Короче, поставили шашлыки и все забыли про это. Пока мы пели, выходим, а там один уголь. Ну, все же с другой стороны, оно было нормальный вкусный. Мы одну часть мы ее съели, конечно, было жалко, потому что. Ну, вот после этого, видишь, я хочу нормально научиться. С веселой компанией легко пропустить момент, когда нужно снять мясо. Сейчас мы все сделаем. Так, для люли мясо мы разделали. Сейчас начистим его от жилок, от всех, чтобы была чистая филейка у нас. Нам еще понадобится курдючный жир, репчатый лук, кинза, кориандр. Так, лук мы будем резать мелко. Чтобы не крутить его через мясо, куда бы он не выделил сок лишний. И просто... Ну, ты мастер. Ну, как получится. Вот, начало правильно, нож правильно держим. Вот, может, сразу в ходу порез мелко. На начало положено. Так, сейчас немного курдючного жира мы подрежем парням, чтобы они там сейчас доделали весь этот процесс. Да, ну, вот это у нас же курдючный жир. Он чем отличается от этого? Он для чего? Для вкуса? Да, естественно, для вкуса. Но это барашек, да, у нас то есть жир барашка. Очень классные, ароматные. Ну, для люли самое то вообще. Отправим сейчас это... Ну, это все через мясорубку все это проделаем? Отправить через мясорубку. Ну, вообще, как бы, это можно и ножами нарубить, как бы, в принципе, по-правильному так и сделать. Сделать его рубленным. Ну, солнце у нас не щадит тут, времени на это уйдет очень много, поэтому мы это пропустим через мясорубку дома. Вы также можете пропустить через мясорубку вообще, как бы, не напрягаясь. Ну, так, лук у нас нарезан, мясо подготовлено. Чуть-чуть зачистить осталось. Кинза есть. Отдаем на кухню ребятам. Все. Фарш у нас готов. Вот такой он получился. Ароматный? Ароматный, да. Жирный, ароматный, хороший, отлично. Сейчас будем его насаживать на шампур. Так, вот у нас получился такой вот шампур. Отправляем его на мангал. Сколько мы его держим? Ну, я не знаю, до получения 7 минут будет готово. 7-8 минут. А ты его определяешь по цвету или как? Готовность или? Ну, и по цвету, в том числе, и по текстуре, когда его видно будет. Друзья, когда вы сделали фарш, чтобы у вас скрепился он на шампур, его нужно немного охладить. Потому что теплый фарш, у нас солнце печет, он подтаял, и как бы уже все слетать начинает. Фарш должен быть холодным для этого. За счет того, что там много жира, жир не будет давать ему сваливаться с шампура. И тогда у вас все получится. Когда он стоит на шампур, он может тоже охладить в холодильнике. И после этого только кидать на мангал. И тогда все получится, ничего разваливаться у вас не будет. Вот, пока у нас первый шампур готов, сделаем, наверное, шашлык из говядины, да? Это уже интереснее. Кулинаром рождаются или становятся повары? Готовить, на самом деле, может каждый, да? В этом нет особой каких-то сложностей. Есть какие-то тонкости и нюансы, которые они... Этому быстро обучаешься всему. Было бы желание, интересное и любовь к готовке. Так, нарезали мы говядину нашу. Это пока чистое мясо, да? Оно не замариновано, ничего пока. Нет, вот сейчас мы будем мариноваться. Нам до этого потребуется зернистая горчица. Немножечко вот так, пол на ложке. Дижонская, не острая. Это тоже горчица, да? Да, тоже горчица. Немного соевого соуса. Молотый кориандр. Немного кориандра, зерна добавим. Масло. А, ну, без рака. Давай еще раз добавим масла. Немного добавим масла. А без разницы какой? Оливковый или подсолнечный, без разницы? У меня есть растительное масло, обычное подсолнечное. Так, и добавим все еще розмарин. Розмарин, вот он. Я его почину. Его много надо? Нет, этого хватит. Сейчас вот это я порублю. Соль. Анвар, вот у тебя более 100 концертов в год. Это же напряженный график интенсивный, да? Такой, постоянно в работе, в разъездах, наверное. Наверное, много интересных случаев у вас там происходит. И за кулисами, и во время концерта. Ну, кастроли, это, знаете, это очень яркая такая жизнь. Там, на самом деле, столько всего. И абсурдных моментов, и интересных. Там иногда, допустим, я когда... Я не помню, когда я приехал, все костюмы все забрал, а туфли нету. И что делать? Пришлось выйти в кедах на все костюмы. Это я могу сказать. Да, все, все, да, и добавляем. Его достаточно? Да, можно еще добавить розмарина. Такая штука, ароматная. Ага, все отлично. Все, у нас маринад готов. Мы пока это оставим. Приступим к следующему шелку. Следующий у нас будет шашлык из курицы. Ой, аромат какой. Хоть так меньше. Итак, сейчас мы замаринуем куриное бедро. У нас куриное бедро без кости, без кожи. Сейчас чуть зачистим его от пленок и жиров. И будет отлично. Я-то займусь курицей. Анвар, а ты можешь также розмарин так почистить его нужно. А, да. От стеблей и мелко накрошить. Все, окей. А маринование курицы и говядины отличается? Да, у нас будут разные маринады. Здесь мы сделаем его сладковатым. То есть у нас будет сладость, будет присутствовать за счет меда. Да, да. И добавим для пикантности немного куркумы. Куркумы это что это? Это вот у нас куркума. Желкая специя, да, очень полезная. А, Анвар, а вот расскажи вот о концертах, о своих ощущениях. На сцене, я даже хотя и уставший, как только я ухожу к зрителям, я уже сразу оживаю. У меня другие сразу ощущения такие. А, адреналин не проходит, да, получается? Да, когда тебя зритель уже понимает, когда ты с ним на одной волне, это уже вот начинается вот, не знаю, это вот эйфория что ли какая-то что ли. Я одну и ту же песню вот не могу одинаково петь. Его поешь с новым ощущениями. Какой у тебя настрой. И тогда, ну это живое исполнение, оно это и подразумевает. Я вообще ни в жизни, ни на концертах не люблю шаблонность. Вот, это здорово. Мне нужно, чтобы все это что-то, ну, менялось там в лучшую сторону, чтобы профессионализм там еще что-то. А концерт у вас получается все время live, да, живые? Да, да, да. То есть, никакой фонограммы там нет такого, да? Если фонограммы, народ тебя не поймет. Ну, это же не живое исполнение, и энергетика не передается. И так же ты от них не будешь получать. А если ты от них не получаешь кайф от зрителей, то грош цена твоим выступлениям, ну, я этого, по крайней мере, не понимаю. Блин, ну, это очень здорово. Мне кажется, не все исполнители так же интересно думают об этом, да? То, что многое инвестраиде происходит под фанеру, да? Да, да, да. Ну, сейчас же технологии, сейчас, знаете, даже на концертах можно так исполнить, что там, и не поймешь там фонограммы или живое. Это у каждого в душе здесь должно жить. Бывают случаи, когда вот на съемке, там, да, просят на сборных концернах спеть под фонограмм. Там уже никуда не денешься, там уже надо. А свои концерты-то. Каждый концерт – это отдельная жизнь. Для меня. Интересно, интересно. Очень интересная у вас работа, деятельность ваша профессиональная. Так, теперь мы это вот нарубим помельче, да? Вот это нам не понадобится. Да, 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 да. Так. Значит, зачистили бедро, добавляем немного куркумы. Куркума. Да, у нас и цвет будет такой яркий. Немного меда. Много меда не нужно, иначе он начнет у вас гореть. Ага. Масло. Это также растительное, обычное масло. Да, да, растительное, можно оливковое использовать. Добавляем соль. Так, розмарин, да, у нас можно еще чуть-чуть его, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть еще покрышить, да? Да, вот капельку совсем буквально. Нормально делай? Да, отлично, вообще, вот супер, профессионально почти. Розмарин, да, поможете по своим вкусам качественным, просто кто-то его любит, кто-то не очень. Но по мне, вот чем больше розмарина, вот курица, курица любит розмарин, прям отличное сочетание. Симуляр, ага. Да, все, так посыпали и замешиваем. Это у нас кориандр, да? Это кориандр, да. Это тоже шампуры насаживаем? Да, все на шампурах будем делать. Ах, аромат. Я так хочу быстрее его покушать. Сейчас. Вот такая курица у нас получилась. Красивая, видите, оранжевый цвет, куркума. Она будет сладковатая, со вкусом еще розмарина, да, к которому туда добавили. Сейчас даем постоять буквально 5-10 минут и начнем жарить. Итак, у нас все готово. Осталось только насадить, пожарить, скушать. Анвар, хочешь в процессе поучаствовать? Конечно. Вот она, давай, с тебя говядина, а с меня курица. А вот они по времени курица, как обычно, быстрее готовятся, да, вот шашлык, или одинаково? Ну, у нас сейчас все быстро. У нас говядина вырезка здесь. Вы можете использовать любую, которую вы используете в повседневной жизни. Вот этот маринад подходит, как для баранины, говядины. И даже курица, он универсальный. Мы не будем жарить его полностью. Мы сделаем его медиум прожарки, поэтому будет все отлично. То есть, до Волдана добавить нам его не нужно. Понятно. Ну все, дорвались. Приготовили мясо, теперь осталось его попробовать. Ну, конечно. С мясом у нас сегодня чай. Я там отчаянилась, а накладывай, пробуй. Ты знаешь, у меня уже шлюнки текут. Обычно приходилось там самому что-то делать, пробовать. А тут сам шеф-повар. Отлично, вроде все и рецепты простые, да, сможешь повторить потом. Обязательно. Что, можем накладывать? Конечно, пожалуйста. Так, чай. Сочненько получилось. Пробуем. Ну, такое я впервые. На самом деле, нас очень частенько угощают. Везде всякими блюдами. И шашлыки, и все пробовали, и плов всякие. Ну, вот, вот такой вкусный шашлык я реально ем впервые, Саша. Вот, честно говорю, даже это не на камеру. Поэтому пробуйте. Я дома обязательно сам же по этому рецепту, Саня, по твоему рецепту попробую, Лабишса. С вами была передача «Россинские секреты вкуса». Анвар, спасибо, что пришел. Тебе спасибо. Всего доброго. Золотые у тебя руки. Перец. Перец. Что-то у нас заело. Саш, ребят, я симитирую. Да, придется. Давай я. Придется. Давай я тебе сделаю. Масло. А, ну, без рака. Давай еще раз добавим масла. Немного добавим масла. Даем постоять немножко, чтобы пропиталась у нас курочка ароматом. Давай там, скажи еще раз. Давай, дай эту камеру. Наталья, вот такая курочка у нас. Давай, давай, еще раз. Давай. Все красивые. Да, давай. Ребята. Продолжение следует...